Нижний Новгород вновь оказался во власти стихии. Позавчера вечером тяжелая черная туча в считанные секунды накрыла город. Гроза с дождем и штормовым ветром до 25 метров в секунду стала причиной повреждения электросетей, особенно на севере области. Всего без света осталось 8,5 тысяч жителей в 101 населенном пункте. Помимо этого, гроза наломала дров. Она оказалась проверкой на прочность для городских деревьев, которую огромные тополя не выдержали. Бедствия для нашей семьи, так скажем. Сумма восстановления и покупки новой кабины, конечно, они впечатляют. В прошлом году звонили в ГДУК, везде обращали, что убрать эти тополя. Только вот эти, видите, они гнилые. Там была тройка тополей. По одному убрали, и вот там тоже было. По одному убрали, эти оставляли. Вот, пожалуйста, результат. Ну, во-первых, тополя, они уже, во-первых, старые, их давно надо было уже убирать. И это уже, по-моему, мне кажется, предвидено, то, что оно упадет. Это тополь, видите, он весь струклявый. То же самое вот там. Там тоже одно срезали. Но если не хотите срезать, хотя бы наполовину уберите. Ну, самое страшное то, что вот рядом дерево, которое растет, оно вот-вот может, оно в любую минуту может упасть. Здесь находится детская площадка. Вот, посмотрите, дети тоже. Ребята, не бегайте здесь, пожалуйста. Я еще работаю с детьми, конечно, я учитель, я переживаю и за свою семью, и за детей. И в чем наша основная просьба в том, чтобы убрали это дерево, вот это аварийное, потому что вчера оно очень качалось сильно. Я сегодня пилю раз, два, три, четыре, четыре, пятая. Вот, вот, вот они сгнили. Уже свой срок отошло им росту. В настоящее время уборка сломанных деревьев в городе продолжается. Что касается поврежденных линий электропередач, то уже вчера к четырем часам.